Как снять в Таиланде жилье на срок от месяца и выше? Ну, во-первых, можно воспользоваться сервисом типа Airbnb, поискать в Гугле, но это будут не самые дешевые варианты. Поэтому я рекомендую приехать в город и начать ходить пешком. Начать лучше с районов, где есть университеты, школы или еще что-то подобное. Ну, это по возможности, естественно. То есть лучше всего иметь сим-карту и Google Translate. То есть в Google Translate написать, что вы ищете жилье на срок, допустим, месяц или два месяца, или полгода. И показывать эту табличку, и, соответственно, вам будут отвечать. Например, в Сураттани, это маленький нетуристический город на юге Таиланда, вы можете снять вот такой вот дом примерно за... Ну, как дом? Тут две комнаты на одном этаже. Примерно за 5000 бат в месяц, может быть, больше, при условии, что он внутри будет пустой. Вот висит табличка, что здесь даются комнаты по цене 3500 бат в месяц. Также комнату можно снять здесь или здесь. В последнем варианте слегка подороже, я думаю, тысяч 7-10 в месяц. То есть вообще здесь очень много подобных зданий, где сдаются комнаты по разным ценам в среднем, где-то 5-6 тысяч бат в месяц на срок от месяца и выше. Также можно снять комнату вот в подобном месте, но это будет вообще очень дешево и очень некомфортно. То есть тут, скорее всего, даже не будет ни вентилятора, ни кондера, ни остальных удобств. То есть это очень маленькая комнатушка с кроватью и ничего более. То есть я думаю, цена в районе полутора-двух тысяч бат в месяц. В городе много подобных табличек. То есть тут показано, что цена за день 590 бат, цена за месяц 4500 бат. Цена очень зависит от города. Сурат-Тани в этом плане очень дешевый. В туристических городах, естественно, цена будет в полтора, в два, может быть, и в три раза выше. Также здесь сложилась уже традиция, что нужно оставлять залог в размере оплаты одного месяца. То есть если мы снимаем на месяц, мы платим за два месяца. По итогам мы забираем назад сумму за один месяц. Когда, допустим, снимаешь на полгода, иногда просят оставить залог за два, за три месяца. Также отдельно оплачивается электричество и вода. Да, но это уже мелочи. В итоге, после буквально 3-4 часов блуждания, мы нашли жилье вот здесь. Называется место Гарден. Итак, за 4700 бат мы получили следующий номер. Вот такая огромная кровать. Куча розеток везде, кондей. Огромный шкаф. Телевизор, стол, стул, холодильник. Очень рекомендуем. Балкончик небольшой, но есть. Ванная своя. Все новое. Вот такая ванная, водонагреватель, туалет, раковина, полотенце. Иногда белье не включено в стоимости. Иногда уборка не включена в стоимости. Иногда еще что-то не включено в стоимости. Поэтому нужно уточнять, что не включено. Wi-Fi здесь есть. Спутниковое телевидение ненужное нам. И в принципе и все. То есть вот 4700 плюс депозит 5000, которые потом вернутся. Плюс электричество, вода там чуть-чуть. И уборка 200 бат. То есть фактически 5000 в месяц. Ищите и вы найдете нужное вам жилье. Без особых проблем, я думаю. Удачных путешествий. До новых встреч. Подписывайтесь. Жмите лайк, дизлайк. Небольшое дополнение. Мы выехали из нашего отеля спустя месяц. И оказалось, что за электричество не такие уж и копейки. То есть в итоге месяц стоил 4700 плюс 200 уборка. Плюс заводу там реально немного, бат 200. И все остальное электричество. И в итоге мы отдали 7400. То есть это за один месяц. Мы использовали, конечно, кондиционер практически день и ночь. И там намоталось почти 300 киловатт. Но, тем не менее, 2000. Больше 2000 за электричество это слишком. Так что дешевле арендовать дом. Там цены на электричество совсем другие. Потому что расплачиваешься непосредственно с энергокомпанией. Так что учитывайте.